Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Ananas TV и сегодня мы вам расскажем, как же обманывают туристов в Турции. Расскажем все самые популярные способы, чтобы ваш отдых был максимально комфортный и вы на это не попались. Также в конце расскажу такой самый интересный способ. Вот если бы я о нем не знала бы, я бы 100% на это попалась бы. И как всегда, обязательно оставляйте лайки в поддержку этого видео, оставляйте любой комментарий и также подписывайтесь на наш канал. У нас очень много всего интересного про отдых в Турции и про жизнь в Турции. И первый такой способ, самый распространенный, это когда вы приезжаете из аэропорта, только выходите, садитесь на такси, там либо не включают таксометр, либо уже в таксометре что-то, сколько-то там накручено. Так что обращайте внимание, садитесь только на такие государственные такси. Такси тут вызываются в принципе с помощью кнопочки, такого как приложения так такового нет. И собственно обращайте на это внимание. Также иногда таксисты говорят, что это цена в долларах или в евро на таксометре вместо лиры. Тоже такое встречалось, нам рассказывали. Что еще интересного с такси, иногда говорят, что нету сдачи, но тут как бы уже нужно готовиться заранее, знать, что могут не дать сдачу. И еще такой интересный способ, но это, кстати, не только в такси касается. Вы, допустим, даете ему там 100 долларов, а он говорит, что вы дали 10 долларов. И тут уже никак ничего не докажешь, ну только кричать, возмущаться, требовать там полицию. Тогда, скорее всего, я думаю, все быстро решится. Ну, в общем, быть внимательным, не давать себя обмануть. И мы, собственно, приступаем к следующему интересному случаю. Это случай, когда ходят молодые люди, предлагают цветы, розы девушкам. Если у вас нету девушки, есть ребенок, то предлагают шарик ребенку. Как правило, уже дают, отказаться невозможно. И потом требуют... Вот у нас в Анталии тут еще более-менее на центральной улице. Они не наглые, допустим, это там 2-3 евро, доллара за цветок. Вот так вот в среднем. В курортных поселках, конечно же, дороже. Ну, плюс, если вы видите, что... Если, точнее, они видят, что вы турист, тоже могут потребовать дороже. Уже как бы неудобно отказать, что девушка с вами, или там ребенок взял шариком такой радостный, бежит, уже не отнимешь. Так что, если вы видите таких людей, не хотите покупать там ничего в 10 раз дороже, немножко это все обходите дело. То же самое касается с мороженщиками. Я думаю, многие знают известное мороженое. Тут прям целое шоу, когда разыгрывают, там, не дают мороженое. Я думаю, вы знаете, да, что я рассказываю. Тоже часто, если сразу не называете цену, не спрашивают. При нас в старом городе мороженое продали, ну, буквально там шарик с рожком за 10 долларов или 10 евро, я уже не помню, если честно. Ну, конечно же, это прям не такой прям великий обман, но неприятная история. Вот, тоже с ним поиграли вот так вот, всяк, не спросил парень сразу, и потом ему сказали. Ну, они уж такая компания была подвыпившая, я думаю, им уже было так без разницы на самом деле. И следующая у нас с вами тема съедобная, где могут обмануть, это, конечно же, кафе. В кафе, где нет ценников, естественно, советую не заходить ни под каким предлогом. Также бывают ситуации, когда приносят вам меню сразу для туристов, а для местных жителей, допустим, другое меню. Бывает так, что еще вам сначала приносят одно меню с одними ценами, и в конце уже, если вы там начинаете возмущаться, почему такой счет дорогой вышел, то вам приносят другое меню с другими ценами. Ну, это, конечно, прям такое супер-супер наглое кафе. Это нечасто встречается, но может такое быть. Какой выход? Фоткать меню, не заходить в кафе, где нет ценников. Еще, как вы знаете, в Турции к основному блюду приносят куча таких закусочек маленьких, салатиков, в общем, воду. В турецких кафе, конечно же, это все бесплатно. В туристических лучше спросить, если не хотите переплачивать. Если не принципиально, то можно не спрашивать, конечно же. Дальше у нас вопрос с экскурсиями. Кто отдыхает в Анталии, в Кемере, я вам могу оставить агентством, которое мы сами пользуемся, и недорого и качественно, в общем, можно обращаться. Если кто-то отдыхает не в этих регионах, либо хочет там сам где-то поискать, прицениться. Ну, конечно же, все уже, я думаю, знают, что в отеле у туроператора покупать не стоит. Это в несколько раз дороже. Хоть говорят то, что там гарантия, еще что-то. На самом деле, туристы очень часто даже бывает такое, что едут на одном и том же автобусе, на котором... Вот вы купили, допустим, экскурсию в отеле за 50 долларов, а человек там на улице купил ее за 10, и вы с ним едете в одном и том же автобусе. Хотя отельный гид рассказывал то, что у вас будут там суперкомфортабельные автобусы, там какое-то индивидуальное отношение, еще что-то. В общем, наценка у них есть, об этом нужно знать. Конечно же, в любой лавочке на улице тоже покупать не стоит. Смотрите вообще, чтобы у этого агентства была точка непереносная какая-то, там хотя бы в здании кусочек. Обязательно все внимательно рассматривайте. С этой стороны. Еще что касается бесплатных экскурсий. Экскурсии бесплатно у нас, как вы знаете, ничего в нашем мире не бывает. Это либо вас повезут по... Особенно, знаете, такая обзорная экскурсия по Анталии, обзорная там экскурсия, допустим, еще по каким-то курортным городам. Скорее всего, вас повезут по шоп-центрам. И там прям вероятность где-то в 99%, что вы там что-то купите, потому что там такая агрессивная торговля, реклама и в несколько раз дороже. Что самое обидное, вот даже не то, что купите, а то, что в несколько раз дороже. И в продолжение темы шопинга, опять же, вот эти шоп-туры, куда-то поехать за шубой, очень часто от отелей возят в шоп-центры. Они, как правило, подальше, где-то от центра располагаются, бесплатно возят. Мы буквально снимали магазин кожей меха. При нас пришла женщина и рассказывала то, что в несколько раз дороже купила товар точно такой же, вот прям точно такой же. Выводы делайте сами. Это обязательно сначала нужно прицениться, походить, особенно что касается дорогих покупок. Если вы там хотите золото, шубу, что у нас еще есть? Что у нас еще есть-то? Обувь, возможно, какую-нибудь классную, кожаную. Просто походите, посмотрите. На качество тоже нужно обращать внимание. То есть, ну, не только то, что дешево. И, конечно же, повнимательнее с шоп-центрами, потому что у них там продажники прямо от бога. Там невозможно не купить. Еще такой интересный момент. Конечно, разводом это не назовешь, но, тем не менее, есть такое. Даже на рынках у нас в Анталии пишут, допустим, цена за полкило. Ярым называется. Килом написано. Конечно, вы, скорее всего, как турист, на это не обратите внимание. Это, возможно, будет касаться там лукума, также, может быть, фрукты, овощи. Но у нас в Анталии, они, допустим, видят то, что иностранницы, вот на местных рынках, они говорят то, что, ну, ерымкило, полкило обращают внимание. Но у туристов тоже встречается в курортных поселках то, что, ну, такое недопонимание легкое. И, как я вам обещала, самый интересный развод происходит обычно в Стамбуле. Не знаю, дошел ли до Анталии, расскажите. Вот мы не встречали, еще никто не писал, во всяком случае, что в Анталии на такое попадался. Но многие пишут из Стамбула то, что такое было. Идет перед вами человек, обувщик, как правило, роняют там губку или щеточку, что-то. Вы, как честный турист, бежите за ним, поднимаете щеточку, даете ему. Он, как бы, в знак благодарности, в свою очередь, начинает чистить вам обувь. Вы хоть там говорите, надо ли, не надо, он это принудительно делает. Вот. Я не знаю, хватает там это сильно или нет, насколько. Но, в общем, принудительно чистит, настаивает. Вот. Он говорит то, что это подарок, типа, спасибо, что вы там выручили меня, подняли эту мою щеточку. И в результате, что вы думаете? Он потом требует денег. Когда вы отказываетесь платить, он поднимает шум. Но выход из этой ситуации, поднять шум еще больше, требовать полицию, орать на все, чтобы, ну, привлечь внимание, в принципе. Вот так вот и живем, что можно сказать. Вот если бы был такой развод бы, я бы точно попалась, потому что я такой мягкий человек, я бы не смогла бы этому противостоять, если бы я не знала бы об этом. Я бы и подняла бы, и потом бы еще бы заплатила бы, и все на свете. Что касается вообще отдыха в Турции, какие еще есть предостережения, обязательно, прямо мой совет, очень часто видим красных туристов, берите с собой защитный крем 50+, вот этот SPF 50+, мажьтесь. Первые дни вообще там, я не знаю, полчаса, час на солнце. Хоть кажется, даже когда солнца нет, все обгоревшие, особенно у кого светлая кожа. Ну, как правило, все приезжают с холодных мест, не загоревшие, вот, кожа светлая, не привыкшая. И потом ходят несколько дней красные. Что еще можно сказать насчет обмена? Сейчас особенно актуально с Россией, как ввести деньги, как обменивать, если вы в Антарии, можно обналичить через золотую корону. Там выгодный, в принципе, курс. Единственное, там придется часа два постоять в офисе, пождать сейчас супер бешеный спрос, ну, потому что виза и мастер-карта, как вы знаете, не принимаются у нас нигде за границей. Сейчас очень классно начали карту МИР принимать. Основной банк это у нас ЗИРАТ-банк, и еще четыре банка каких-то принимают эту карту. Оплачивать можно ей не везде, сразу скажу, но многие уже, особенно тоже в курортных поселках, ставят эти терминалы, уже, в принципе, можно во многих местах оплатить. Если где-то нельзя оплатить, можно снять из карты МИР, как раз-таки в ЗИРАТ-банках, в ЗИРАТ-банке и еще какие-то банки, не буду вам говорить. Напишу здесь, чтобы вам было удобно, да? Да. Что касается, выгодно ли ехать доллары, евро и тут менять или рубли, и тут менять, конечно же, это все дорожно много, теряете очень много на обмене. Как-то так. И еще немного я вам расскажу, у меня прям такой какой-то получился обзор для туриста, что касается транспорта, допустим, если вы едете Анталия, там какой-нибудь поселок или с какого-то поселка Скимера, допустим, да, у нас, значит, в последнее время часто ездим в Кимер, поэтому у меня, например, один Кимер, допустим, Скимера едете в Анталию, оплаты в автобусе наличными, то есть безналом нельзя оплатить. Но если вы приезжаете в Анталию и хотите здесь пересесть на автобусе, поехать, допустим, дальше в центр, нужно будет приобрести либо карту, мы пробовали карты Мир расплачиваться, у нас не работает, я не знаю, может, у кого-то работает, напишите, если кто-то пробовал. То, что раньше можно было просто банковской картой с пейпасом оплатить в автобусе. Вот, покупать надо в терминале карту, обычно такие банкоматы стоят не на каждой остановке. Покупаете карту Анталия, карту, да, пополняете, собственно, заходите в автобус. Еще недавно тоже был такой вопрос, можно ли оплатить по одной карте. Мы недавно пробовали, у нас не прошла оплата. Вот, мои бегают тут. Все, тут мам. У нас не прошла вот с одной карты оплата, пришлось на один человек одна карта вот так вот в автобусе, да? Денис Андреевич подтверждает. Ну, собственно, а, еще, кстати, самое интересное. Мы сколько ездим Анталия-Кимер, каждый раз на посту в Бельдебе останавливают, проверяют документы. И недавно женщину русскоговорящую высадили, не знаю уж, что у нее там с документами, может, просто там просроченный камп или еще что-то. Ну, в общем, не знаю, но берите с собой, чтобы у вас было, чтобы у нее было лишних вопросов там всяких, что вы, откуда, куда. Ее высадили, мы поехали, как-то так. И на этом, дорогие друзья, у нас все. Пишите, на что вы попадались, либо какие способы, знаете, возможно, я недорассказала. Будет очень-очень интересно, чтобы нашего туриста как меньше обманывали. На этом все. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и оставляйте любой комментарий, чтобы это видео увидел весь мир. Все, пока-пока. До встречи на следующих там курортах, видео и всего прочего. Субтитры сделал DimaTorzok